итак всем здравствуйте любители ретроаппаратов хочу как бы сразу ответить на вопросы которые почему-то часто задают идея в каком городе я живу и работаю в украине город днепропетровск и в основном мои видео это видео отчеты о выложенном ю тубе о ремонте фотоаппаратов для клиентов которые мне присылают или привозят приносят сейчас сегодня я буду заниматься вот таким аппаратом любитель нужно сделать профилактику он работает но не совсем уверенно скажем так нужно прочистить убрать старую смазку нужно все болтается для того чтобы разобрать аппарат правильно я беру тонкую отверточку я сейчас использую такую патрон почему потому что очень были сухожилия и чтобы не было скажем так больших нагрузок я сделал себе вот такую отверточку да кстати то что вы видите фоторемонтник у меня на видео это мой сайт человек позвонил и буквально сегодня спрашивает а у вас что сайт есть я говорю да вы видео смотрели да я смотрел видео но я не знал что у вас есть сайт перед надпись читали вот эта надпись есть название моего сайта вот это называется диск выдержек снимаем диск выдержек здесь находится заимоглик который нужно почистить промыть вот это автоспуск ну вот уже желательно промыть ну для того чтобы сделать нормальный качественный ремонт я обычно разбираю затвор полностью то есть снимаю лепестки все это от кулисы все это мою снимаю затвор затвор снят так что здесь что-то такое белое здесь по кислую что как алюминий окислился похоже да здесь тоже какие-то пятна непонятно возможно вода попала снимаем гаечку снимаем здесь стоит синуминовое кольцо потом подкладка стальная не сняли таким образом теперь аккуратно в этой части у нас находится диафрагма она закреплена лепестки диафрагмы линзы я не снимаю пока там грязи не чистить ничего не надо это все будет потом спринцовка продаваться чистого воздуха так вот лепестки кулису я тоже сниму и промою так винты сняты теперь можно спокойно снимать кулису так снимается кулиса вот так она выглядит то все пойдет в мойку здесь относительно чисто тампонов с бензином на это все протру вот и потом буду собирать продолжаю все вымыто в бензине калоши высушено прочищено то есть все как положено руки должны быть вымыты чистыми чтобы не оставлять жировых следов кулису лепестки все вытаскиваю ну и пока все это мылось я прочистил остатки смазки убрал из резьбы объектива то же самое и здесь два объектива то есть старую смазку все убрал вот в принципе все подготовлено к сборке так и теперь собираем давай все что здесь может быть на линзе чисто ставим лепестки на место лепестки промыты бензине очередность лепестков какой куда ставить ну смысле какой совершенно не имеют никакого значения то есть это не влияет на работу затвора то есть так стоят лепестки теперь беру снизу вот так все продать снимал все нормально можно ставить вот таким образом то есть я сначала завожу вот сюда по центра контакт плату вот там и дальше все это ну и отверточки желательно чтобы были хорошо заточены чтобы не разрывать шлицов на винтах так теперь продолжаем теперь мне нужно поставить на место замедлитель и здесь уже как бы все стоит все работает затяжку винтов сейчас проверим все затянуто сильно тянуть не надо почему потому что вот эти винты не включены в втулки втулки развальцованы с обратной стороны к платам затвора если сильно тянуть можно просто провернуть с места развальцовку срывать то есть он постоянно как бы пружина немножко поднатянута теперь пробуем как работает автоспуск взял затвор взводим автоспуск нажимаем и ждем срабатывания вот 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 этот так теперь ставлю на место диск выдержит еще раз проверяем так выдержка на 15 все работает предположим все работает как надо это у нас была одна 15 все все стоит на месте все как положено так это вы это 15 15 30 все срабатывает как нужно теперь заводим и взводим автоспуск нажимаем и ждем все срабатывает все все стоит на местах то сейчас юстировка не нарушена так и все это дело я отложу в сторону пока я затвор ставить не буду почему потому что есть небольшие проблемы с линзой видоискателя она подсвела мне нужно ее снять ну естественно здесь нужно поменять смазку слышим и попробовать попробую эту линзу подполировать то есть снять вот этот слой который плесень повредила вот оправа вот оправа она уже без линзы и верхняя оправка здесь стоит линза итак заполировал линзу очистил линза стала чистая плесень плесень этот грибок ушел то есть удалось его вывести это радует если с этим я с плесенью разобрался то здесь самое неприятное это грибок пошел на зеркале сейчас попробую показать чтобы было видно то есть на зеркале такая паутина это местами попробуем так с меняется чтобы было видно вот вот так видно вот ниже точки вот это вот матовые точки в видоискателе вот это паутина это тоже грибок верхняя тоже на ней видны небольшие следы грибка вот ну а вот зеркало само зеркало конечно тут видно что грибок не убрался полностью но во всяком случае на какое-то время еще будет достаточно резерва аппарата работать просто аппарат хранился где-то влажном месте вот эти венки все ржавые все ржавые ржавые поэтому посадочные места тоже ржавые тоже с налетом ржавые небольшие снизу вообще видно коррозия пошла но я конечно это попробую все вычистить убрать уже теперь лучше видно то чем я говорил не вот зеркало вот так это все выглядит и даже вот здесь по пластмассе тоже налет какой-то непонятный грибок не грибок что-то непонятно в общем все это тоже ржавчина где-то аппарат хранился то есть или вода затекла или ну что-то что-то было не не так как нужно ладно продолжаю дальше продолжаю в общем насколько смог я здесь все вычистил убрал вот вычистил зеркало теми средствами что у меня есть я считаю что лучше здесь ничего никто не сделает поэтому ставим на место и собираем также очистил рамку поскольку это было возможно убрал возможности коррозии в общем в общем в общем в общем так также вычистил вот эту линзу фокусировочную кстати в свое время на любители приходилось ставить даже линзы дедена линия довольно таки интересно получалось не совсем это было дешево но как бы клиенты заказывали было очень неплохо работать таким аппаратом то есть наводить на резкость и линза вычищена также ее ставим на место так есть и ставлю на место шахту так он стоит уже на месте так выглядит намного веселее скажем чем было так теперь смазываем туда уже будем собирать вниз сейчас я пойду отюстировать через стекло через окна это не делается видите какая чистая линзочка получилась видоискатель вполне так приличный аппарат по сравнению с тем что было то есть стекло дает искажение нужно выходить на улицу выходить на балкон или открывать окно и находить самый дальний предмет на него наводить и юстировать сейчас я пойду этим займусь отюстирую камеру и потом уже буду ставить объектив чтобы нормально брать царапины с линзы пришлось ее снять и сейчас буду заполировать все царапины так царапины есть серьезно надо их заполировать так видоискатель отюстирован все выставлено по бесконечности сейчас все ходит от упора до упора как нужно теперь нужно выставить прикрутить затонер открываем заднюю крышку все все стоит на месте проверим так нормальный зазор получается сейчас так смотрим все вращается все работает как положено линзы чистые грибок убрался с верхней линзы вполне нормально работоспособно получился аппарат все ремонт любителя 166 закончен если у кого-то будут какие-то вопросы по приобретению моих видео обращайтесь заходите ко мне на сайт фоторемонтный точка ру там есть все мои контакты можете со мной связаться все всем всего доброго до свидания